РЕПАБЛИК ПРОДАКШЕН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ ПРОИЗВОДСТВА ХЕРБЕРТА ЙЕТСА ДОРОГА НА САНТАФЕ В РОЛЯХ Джон Пэйн ФЭЙТ ДОМЕРК РОД КАМЕРОН СЛИМ ПИКИНС ИРЕНТ ЭДРОУ Джордж КЕЙМОС ЛЕО ГОРДОН ЭНТОНИ КАРОЗО И ДРУГИЕ АВТОР СЦЕНАРИЙ ЛИЛИ ХЕЙВАРД ПО СЮЖЕТУ КЛЕЯ ФИШЕРА ОПЕРАТОР БАТ ЗЕКЕРИ ХУДОЖНИКИ-ПОСТОНОВСИКИ ФРЕНК ОРИГО ЭДЕЛИ ПАЛМЕР И Джон МАКАРТИ-МЛАДШИЙ КОМПОЗИТОР ДЕЙЛ БАТС ПОМОШНИК ПРОДЮСЕРА СИДНИЙ ПИКЕР РЕЖИССЁР УИЛЬМ УИТНИ СИДНИЙ ПОМОШНИКИ СИДНИЙ Setting ВИТОР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Остановите караван! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, Кирби! Смотри, кого схватил! Я видел его шныряющего вокруг лагеря на рассвете. Полагал, что нам придется попотеть, когда он приведет остальных. Он из Каева. Да, один из воинов-вождя Сатанка. Его присутствие здесь говорит, что Сатанк расположился где-то в этих холмах. В этом случае, мистер Рэндольф, нам, возможно, лучше повернуть обратно. Я знаю Сатанка, мистер Лоутон. Если он оцелился на этот караван, то он будет преследовать Аждо Миссури. Лучше продолжать путь. Ты дашь ему уйти? Оставь его. Я не понимаю, мистер Рэндольф. Мы не хотим, чтобы Сатанк считал нас врагами. Сэм, подай мне старые ружья и напильник. И дай бочонок виски. Виски? И попроси у миссис Классен музыкальную шкатулку. Ступай, неси. Хорошо, раз так говоришь. Если Сатанк планирует напасть на караван, то он не более чем в миле. Вместо того, чтобы располагаться на ночную стоянку, продолжайте путь. Что бы ни случилось, не останавливайтесь, пока не окажетесь с той стороны перевала. Так где напильник? Вот. Вот. Что собираешься делать? Отдам это Сатанку. Посмотрим, сможем ли сторговаться. Хочу получить его обещание оставить караванов в покое. Отдадите ружье индейцам? Да. И в то же время нет. Из них можно будет выстрелить лишь раз. А может и не разу. Они взорвутся в руках. Сатанк на тропе войны. Что не даст ему убить вас, как только увидит? Вязанка, ружье и бочонок виски. Погрузи все и поедем. Мы? Я тут при чем? Хорошо, поеду один. О, нет. Когда с тебя снимут скальп, хочу увидеть, что у тебя вместо мозгов. Помните, что сказал? Не замедляйтесь, пока не доберетесь до станции. По фургонам! По фургонам! ПЧто? ПП Certainly! Начинай играть. Хочу, чтобы Сатанк заметил наше веселье. Да уж, настоящее веселье. У меня ощущение, что индейцы скрываются за каждым камнем. Какого черта я в это ввязался? Может, глотнешь водички? Музыка 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 Ты ведешь много фургонов Верно Мы пойдем через перевал завтра Завтра? Сатан говорит нет Я услышал, что ты рядом И решил нанести визит вежливости Есть другая причина, по которой ты пришел, белый человек Да Вы в боевой раскраске Значит, не на охоте Так что мы можем договориться Я принес кое-какие подарки Это вещь для женщин и детей Может быть, вот это, что ты хочешь? Все твои, Сатанг Но ты должен кое-что для меня сделать Ты должен завтра пропустить наш караван Пороха нет Мы забыли его Ты не забыл Будет столь пороха, сколько тебе надо На западном краю перевала После того, как пройдет караван Определенно нам нужна Божья помощь Эта штука может взорваться Ты, покажи Ты, покажи Хорошее ружье Хорошее ружье Хорошее Дай-ка мне колышек Тут недостаточно воинов, чтобы напасть на караван Где остальные Не знаю По меньшей мере, мы знаем, где Сатанг Привез еще кое-что Кое-что для каждого Джентльмены, время промочить глотки Рады были повидаться Нам пора ехать, Кирби Подождите Вы останетесь Пей Сэм, если мы остаемся на вечеринку Почему бы тебе не сыграть? Сэм, если бы тебе не сыграть Не знаю, что теперь с нами будет Наверное, стоит бояться небольшой головной боли утром Завтра Мы победили Караван уже должен пройти перевар Давай убираться отсюда, пока у нас есть еще головы А виски пьянется от Анка Он надоел Идем Где белые? Все в порядке, приятель А где другие фургоны? Будь спокоен Не волнуйся, они где-то тут Парень, меня будто молотом бьют по голове Значит, тебе надо напиться Бармен, Сидро и Гиннеса Мы готовы выбить не меньше, чем лошади съесть яблок Некоторые люди за деньги готовы на все, Рэндальф Даже на предательство своих Объяснись Может быть, это объяснит Каева ночью перехватили караван посередине перевала Они убили всех мужчин, женщин и детей Это все, кто выжил Вот где были остальные воины Ты не первый, кто продался Жадным до белых скальпов хищным грязным дикарям Сидро и Гиннеса Караваны на запад Хватит туда грузить Вы тут, босс? Да, меня зовут Удойл Я слышал, вам нужен проводник Да, нам бы пригодился Как хорошо вы знаете дорогу на Санта-Фе Готов поклясться, что лучше любого другого В самом деле? Может, вы нам подходите Как вас зовут? Кирби, сэр Для контракта нужна фамилия Какая она? Рэндальф Рэндальф Убирайся Кто здесь главный по каравану? Я Мне некогда Все в порядке, я могу подождать Нет смысла ждать, Рэндальф Лучше я поеду без проводника Чем свяжусь с сомнительным человеком Со мной много переселенцев Женщин, детей Эй, Кирби Кое-что нашел Там есть парень по имени Джесс Гризвальд Который собирается в Санта-Фе И не может найти проводника Думаю, это бесполезно, Сэм Но это мексиканцы Скорее всего, они никогда не слышали о нас Они готовы выехать Но их проводник к этой ночи просто смылся Едем Где я могу найти мистера Гризвальда Джесса Гризвальда? Зачем он вам? Я слышал, у него пропал проводник Подумал, что ему понадобится другой Вы ошибаетесь Все, что он вам скажет Проваливайте Вперед! Вамас, Вамас! Я буду проводником сам Как я уже сказал Я лично хочу переговорить с мистером Гризвальдом А не с его старшим по каравану Мистер Гризвальд? Да? Слышал, вам нужен новый проводник Я сказал ему, что не нужен Я и могу быть проводником Признателен вам, мистер Маклори Но две должности могут оказаться непосильной ношей Бывали в Санта-Фе? Шесть раз за последние три года Он знает каждую собаку на 600 миль вокруг Как ваше имя? Рэндальф Кирби Рэндальф? Да, мэм Кирби Рэндальф Звучит знакомо Похоже, я слышал Все в Миссури слышали о Кирби Рэндальфе Говорят, лучше взять проводником волка, чем его У нас нет работы для вас, мистер Рэндальф Минутку Здесь я принимаю решение Разве не понимаешь, что это тот, кто ответственный за резню переселенцев? О да, теперь вспомнил Может быть, у мистера Рэндальфа есть объяснение Любой когда-либо допускает хотя бы одну ошибку Джесс, я хочу поговорить с тобой Хорошо? Послушай, частью нашей сделки была моя доставка в Санта-Фе В целости и невредимости Верно Но с таким проводником, как Рэндальф, нам повезет, если нас сразу не нашпигуют стрелами Думаю, он сказал правду, говоря об ошибке Это значит, он ее больше не совершит Проводникам вообще нельзя совершать ошибки Нам тоже, но мы не можем без проводника Нельзя бесконечно торчать тут загруженными по завязку Это была хорошая попытка Я же говорил, бесполезно Просто не повезло нарваться на эту женщину Едем Рэндальф Я хочу нанять вас на эту работу Я готов Где ваши вещи? Вещи? Все здесь Хочется увидеть пыль из-под колес как можно скорее А как насчет моего друга, Сэба Бикмана? Он нам пригодится Спасибо Знаете, мы ожидали, что этот караван будет мексиканским Я живу в Санта-Фе, вот и все Тас, поставь этих двоих на регулярное довольствие Выезжаем немедленно Проинструктируйте мистера Маклори и вперед Объясните всем важность безукоснительного выполнения обязанностей Сколько человек в ночном карауле? Четверо Удвойте Мы будем пару дней во враждебной стране Нельзя дать врагам шанс То же самое говорили и переселенцам Лоутона Достаточно о Лоутоне Я не хочу больше об этом слышать Все по фургонам Как видите, мистер Рэндальф, наш старший по каравану задирот Да Полукровка? Его мать была из Сил Я чую таких за милю Не любите Сил? Не люблю всех индейцев А полукровок еще меньше Сходите, посмотрите, не нужна ли где ваша помощь? Что ты делала в этом фургоне? Я веду этот фургон Нам не нужны скво в караване Так что бери вещички и проваливай Вы возомнили себя главой этого каравана? Зачем тут скво? Послушайте, куда я, туда и она А теперь идите, прокладывайте путь Я позаботюсь о ней, а вы о своем деле Если Джейс Гризвольд нанял вас против моего желания Это не значит, что вы теперь держите нас за горло Гоните вьючных лошадей за фургонами Не растягиваться Как вам скажите? КОНЕЦ Ну, путь свободен. Мы срезаем дорогу, вы уверены? На индейской территории никто не может быть уверен, но не беспокойтесь. Думаю, с нами все будет в порядке, мистер Рендер, пока вы с нами. Ну все, введите фургоны вперед. КОНЕЦ Он не встанет с грузом, надо отвязать. Перепакуй этот груз. Все лошади с тем же грузом? Даже если так, я не понимаю, как это касается вас. Грузите быстрее ящики. 100 фунтов пороха, 20 винтовок на лошадь этого хватит для небольшой армии. Мы так и планируем. Чей этот груз? Джесса Гризвальда и мой. Мы собираемся продать их мексиканской армии. Мексиканской, да? Все законно, мистер Рендельф. За них хорошо заплатят. Вы думали, я везу их индейцам? Это может случиться, если сатанк узнает, какой у вас груз. Есть причина, по которой он должен узнать? Даже слепая скво может заметить ее за 5 миль. Понимаю. На случай, если вы собираетесь свалить вину на слепую индианку, я хочу предупредить вас. Каждый мужчина в этом караване опытный стрелок. Может быть, вам стоит нас покинуть прямо сейчас. Ты ошибаешься насчет этого бедного проводника. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Он не предатель своего народа. Его взор прям как взор орла. И чист, как горный поток. Вернемся на дорогу с минуты на минуту. Рендельф, есть кое-что, о чем вы должны знать. Что? Следующее. Я планирую жениться на мисс Сент-Клэр. Поздравляю. Но зачем мне говорить об этом? Потому что вы мужчина. А это долгая дорога, на которой нет женщин. Тут нет никого, от кого меня стоит держать подальше. Нам ехать неделю. Позднее все может измениться. Просто предупреждаю. Мистер Гризвель, для вашего сведения. Мне не нравятся угрозы. И мисс Сент-Клэр тоже. Мисс Сент-Клэр тоже. Мисс Сент-Клэр. Достаточно лошадей для целого племени Сатанка. Уверен, они бы ему пригодились. Смотри, как бегут. Должно быть, спешат к воде. В этой долине нет воды. Их спугнули. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Стойте! Берите фургоны и стройте баррикаду. Что вы затеяли? Табун диких лошадей бежит по каньонам. Тут я даю приказы. Лучше поспешите их отдать, пока не потеряли весь груз. Все фургоны сюда. Лучше поспешите! Отведи их за баррикаду. Распрягайте лошадей. Забери их. Музыка. Мы не сможем сдержать их, я хочу поджечь фургон. Действуйте. Я подожгу фургон, уходи. Сюда. Уведите ее, у нас получилось. Мы развернули их. Сюда. 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 Стал. Сюда. Я не подозревала о всех опасностях. Возможно, пожалею я о том, что вы в деле. В общем, они сделали всё, что у меня тут не было. Я не должна была приходить. В самом деле. Нет. Hamilton, меня проблоскало. В любом случае, прошу прощения Сегодня утром ты счастливая Почему бы и нет? Светит солнце, дождь прекратился Мы не потеряли ни одной винтовки Это не за солнце, дождя или винтовок Твое сердце поет Это из-за бедного молодого проводника Боюсь, ты права Мудрее было бы прислушаться к моим предупреждениям Я не боюсь Джесса Гризвольда Бояться нужно не за себя А за бедного проводника Я бы хотела, чтобы ты прекратил эту вздорную болтовню Если белый человек переходит дорогу другому Конец всегда один Знает ли он, кто ты? Этот белый проводник Я рассказал ему о плохой репутации Сент-Клэров Рассказала ли ты ему причины всего этого? Это не имеет значения В Сантофе будет без разницы, кто я и откуда Это будет новое начало Он не любит наш народ Он не делает из этого тайны Он не скрывает, как его сердце ненавидит нас Мой отец был белым А твоя мать индианка Я знаю Я знаю Я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты слышал, разбивайте лагерь Да Ну, располагаемся лагерем Аврелия? Джесс? Что-то случилось? Не часто видимся с тех пор, как выехали Времени на это немного Присаживайся Я подумал, тебе может быть тревожно сегодня вечером И ты не откажешься от моей компании А с чего мне тревожиться? Ничто так не мерещится в темноте Я не боюсь Я должна была через все это пройти Санта-Фе все ближе и ближе Скоро все закончится, и мы туда приедем Санта-Фе Думаю о нем, как о маленьком оазисе Как мою жену тебя там будут уважать и оберегать Джесс, не лучше ли тебе расстаться со мной? Я так не думаю Ты должна знать, что я влюбился в тебя, как только увидел Сент-Луисе Да, знаю Есть такое, чего кошка не может скрыть от пташки До сих пор ты никак не давала знать, что не любишь меня Не давала Послушай, Джесс, я благодарна за возможность, которую ты предоставил Но у нас много времени Ответ сейчас не нужен Прости Сегодня вечером я рассуждаю не слишком внятно Это возбуждение И усталость Выспись хорошенько Спокойной ночи Спокойной ночи, Джесс Эй, Сэм Сэм, где ты? Заснул? Тут не поспишь, парень Где ты был? У нас компания Там Каева Иди поспи Я посторожу Вы с ума сошли, что вы делаете? Это просто розыгрыш Никогда не подкрадывайтесь к часовому, как индеец Кирби, я должна поговорить с вами Я мог убить вас И готов был сделать это Извините Вам ведь этого хотелось, верно? И хотелось всегда Я так и знала Джесс Джесс тоже знает Именно об этом я и хотела поговорить Не беспокойся Не беспокойся о Джесси Я о нем позабочусь Кирби, он опасный человек Не стоит его недооценивать Да, знаю Он предупреждал меня Кирби Кирби Есть еще кое-что Кое-что, о чем я думаю Я тоже кое о чем думаю Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Похоже, все готово. Ты в порядке? Если не считать того, что я вообще здесь. Трогайтесь. Я застрял! Помогите! Вытащите меня! Я не могу выбраться в одиночку! Остановите фургоны! Остановите лошадей! Тасс застрял! Сатанк! А вот и они! Ждем! Ждем! Огонь! Мы потрепали их! Следующая атака будет жестче! Да! Ну, вперед, Тасс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кирби! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 сердце. Я знаю, это сквербит в твоем сердце, мучает тебя. Знаешь, в Божьей книге говорится, не суди и не судим будешь. Нет смысла страдать из-за ненависти к индейцам, лишь потому, что у тебя не закончены счеты с одним негодяем. Не лезь. Почему бы тебе не заняться своими делами? У тебя неприятности, парень. Тебе пригодится помощь. Нужна эта вода? Да, оставь. Спасибо. Добрый вечер, Сэм. Добрый, мисс Аврелия. Разрешишь зайти? Похоже, тут некуда постучать. Что случилось, Кирби? Мы не видели самой переправы. Я был занят. Знаю, но... Это не повод избегать меня. С нами что-то случилось. Скажи мне, что? Этот разговор ни к чему хорошему не приведет. Прекрати. Совсем забыла. Я принесла тебе подарок. Давай, возьми. Амулет на удачу. Я сделала его из волосатанка и ранившей тебя стрелы. Красивый. Вы, индианки, искусные мастерицы. Кто сказал тебе? Разве это имеет значение? Похоже, это все очень поменяло. Да, полагаю так. Я думала, что как мы к друг другу относимся, остальное не имеет значения. Послушай, Аврелия. Я не могу предложить женщине многого. Только простую жизнь. Но когда я женюсь, я не хочу, чтобы моя невеста была полукровкой Кайова. Кайова, который куда-то mattress. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали четверти. Удачи! Тр границ, abel. balanced поэтапами Кайова и specifics уже следует... Ты долго не ложишься Я не могу спать Слишком хорошая ночь, чтобы проспать ее Взгляни на эту луну В этой части страны ее называют луной Каманчей Тебе не из-за чего плакать Что-то причинило тебе боль Это ты сказал ему? Стал бы я делать то, что причинит тебе боль? Нет, я так не думаю Не плачь, он того не стоит Это не его вина, что я полукровка Нет, это просто его образ мыслей Забудь его Тебе никогда не быть с ним счастливой Ты и я понимаем друг друга Спрашиваю снова Выйдешь за меня? Я не знаю Мне надо подумать Я жду уже очень долго Я знаю, знаю, Джесс Я дам ответы того, как мы приедем в Санта-Фе Спасибо, Джесс Вы забыли это, сеньор Она никогда не выйдет за вас, сеньор До Санта-Фе или после Я одержим ею, Чавес У нее в сердце есть только место для этого проводника Если я убью его, место достанется мне Если вы убьете его, она никогда не выйдет за вас Быть в дороге, это иногда очень удобно Есть кое-что общее между этим проводником, Сатанком и рекой Арканзас Понимаете? До Арканзаса еще 200 миль Сатанк идет по нашим следам Но он же отступил и отправился домой Был дым поперек неба Сразу после того, как закончилась смена Кирби Сатанк очень любит эти винтовки, сеньор Но у него совершенно нет любви к сеньору Рэндольфу Что ты предлагаешь? Есть старинная поговорка Честный обмен не грабеж Кирби Скоро мы доберемся до места, где дорога на Санта-Фе разделяется Да, у нас мало воды Есть ключ в двух милях к востоку, а в остальном вокруг только суш Я знаю его Проверь, возможно, поедем туда Ты босс Проверь, пожалуйста 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 Езжай, сумасшедший стервятник Скажи сатанку, что друзья обманули его Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры